В эфире телекомпания «Город» программа подробностей. Здравствуйте! Сегодня об этом мы не только говорим с гостем студии Сергеем Караевым. Много ли таких людей, как Сергей, которым вы буквально вчера помогли? Ну, вы знаете, в силу ограниченности наших финансовых возможностей в плане участия организации в грантах, но, к сожалению, на сегодняшний день, ввиду неопытности, наверное, нашей структуры, возьмем вину на себя, не всегда удается получить эти гранты для оказания целевой помощи инвалидам и членам нашей организации. Как правило, ветераны, особенно те, кто пришел буквально недавно, они очень скромные люди. Что им нужно сделать, чтобы мы помогли как-то вот этими 10 минутами сейчас? Мало того, что они достаточно скромные, люди еще находятся в состоянии такой, скажем так, прострации, потому что в большинстве своем, став инвалидом, не всегда удается получить должную социальную поддержку. И самое главное, что практически у нас отсутствует, это социальная адаптация. Несмотря на достаточно хорошую работу службы социальной занятости, тем не менее, на всех сотрудников не хватает. И люди, по большей части, разочаровавшись, они перестают куда-то обращаться и как бы не чувствуют принадлежности в общем, к ветеранскому движению, к афганскому в частности. Мы работаем с комитетом семей погибших, эта организация на сегодняшний день несколько упразднена, но и тем не менее, мы общаемся и с мамами, и со вдовами. Но для того, чтобы получить такую помощь, в первую очередь надо обратиться. По обращению даже не члена организации поступивших. Есть какой-то сайт, телефон. Как это сделать? Да, у нас есть сайт Союза ветеранов Афганистана непосредственно нашего отделения. Мы готовы принимать даже, помимо всего прочего, какие-то пожелания от пользователей или посетителей нашего сайта для улучшения его работы. А что обычно? О чем просят? О чем спрашивают? Какие вопросы волнуют людей? Ну, вы знаете, достаточно широкий диапазон, начиная, например, от покупки газовой плиты матери погибшего, либо какого-то текущего косметического ремонта. То есть вы как настоящие мужчины, готовы на все. Сколько вас? Как давно создана организация? Ну, организация была зарегистрирована еще в 1991 году. Произошло множество трансформаций в соответствии с действующим законодательством. На сегодняшний день она достаточно обширная. Во всех регионах России она представлена. Резидентский союз ветеранов Афганистана. Лидера нашего вы достаточно можете часто лицезреть по телевизору. Он сейчас участвует во всех политических дебатах. Это Франц Адамович Клинцевич. Ну и что можно сказать? В нашей организации зарегистрировано 345 человек, но это количество не конечно. Помимо всего прочего, мы принимаем в свои ряды не только физических лиц, принимаем также юридические лица. И совсем не обязательно для этого было, например, проходить службу в Афганистане. Организация достаточно, пользуясь модным термином, таким как толерантность. Я, правда, не совсем, скажем так, согласен со смыслом его сегодняшней интерпретации. Но, тем не менее, мы принимаем всех людей, которые готовы проводить общественную работу и помогать именно в этом ключе членам организации. Взаимопомощь. Вот, наверное, это ключевое слово. Вы работаете с мальчишками, которые пока не знают, что такое герой, что такое поступок, что такое быть настоящим мужчиной. Проводите наверняка такую работу. Да. И, мало того, хочу сказать, что, несмотря на достаточно большое количество афганских организаций в нашем городе, тем не менее, так или иначе, каждая из них ведет военно-патриотическую работу. За это всем отдельное спасибо, что мы не оставляем. И, мало того, что в беседе с одним высокопоставленным начальником он сказал, что, знаете, вообще-то это характерно, вот такой энтузиазм только для людей, которые прошли либо войну, либо там находились в горячей точке. Да, у нас есть целая программа, уделен целый раздел, в котором расписано достаточно подробно, начиная от проведения уроков мужества в школах для учеников старших классов, а, возможно, там и третий, шестой класс среднего, скажем так, звена. Потому что малышам рассказывать, конечно, не хотелось бы. Война, как мы вроде как не стараемся, скажем так, избегать подробностей, тем не менее, вещь достаточно жестокая, и, как бы там ни было, даже вот по проведению непосредственно мной уроков мужества, обычно первая реакция у подростков, либо у юношей и девушек, которые присутствуют на этих мероприятиях, это такое гробовое молчание. То есть они несколько обескураженно молчат. При уже повторных встречах они так больше, так более, так свободно. Хотел бы выразить отдельную благодарность за оказание содействия и помощи нашему военно-патриотическому такому порыву и поддержке нас Анатолию Георгиевичу Концевому, это начальник Рязанского гарнизона и начальник воздушно-десантного училища. Провели в 2015 году под эгидой училища ВДВ лагерь. Юный десантник, директором лагеря был Серебряков Сергей Геннадьевич. И мало того, что по реакции на закрытие лагеря я понял, что, во-первых, дети достаточно воодушевлены и понимают уже на сегодняшний день разного возраста. Причем это, по крайней мере, умиляет, когда малыши такие в десантной форме маршируют по плацу и с таким чувством гордости они выполняют все необходимые военные ритуалы и процедуры. Большое всем спасибо. И я хотел бы поблагодарить не только Серебрякова, а и всех людей, которые занимаются и являются энтузиастами этого дела. Большое вам спасибо. Я желаю вам успехов и надеюсь, что с Божьей помощью и людей неравнодушных мы достигнем той цели, которую перед собой ставим. Иногда учебники истории немного отличаются от того, что есть на самом деле. Поэтому школьники, почитав что-то, посмотрев сейчас в интернет, заглянув, да, у них некое другое представление возникает. Алексей, я бы хотел отметить, что, к сожалению, сегодня в рамках проведения уроков истории, например, и в частности, если взять учебник «Историю», то там про ограниченные контингенты советских войск в Афганистане, к сожалению, всего присутствуют две или три строчки, в которых указано, что в таком-то году вошли, 10 лет там воевали, и потом в 89-м году закончился вывод. Поэтому у школьников нету достаточной информации. И все, что они сейчас подчеркивают из наших бесед, обычно для них является такой интересной, но и тем не менее непонятной в некотором смысле информации, потому что они не понимают многих деталей. И я ни в коей мере не сравниваю нас с ветеранами Великой Отечественной войны, но мы понимаем, что эта война являлась для нашего народа очень, скажем так, с большими потерями, мы одержали эту победу. И вообще, позволю себе такую смело заявить, что если бы не Советский Союз, не наша федерация российская и Содружество наших народов, то, возможно, сегодня бы положение в мире было бы совершенно другое. Поэтому я бы, наверное, сказал, что любая война – это трагедия для того общества, которого она коснулась. И всегда заканчивая уроки мужества, я желаю детям, чтобы они никогда этого не пережили. Самые реальные и ближайшие ваши планы. Есть какой-то конкретный человек, к которому вы отправитесь на следующей неделе, через месяц, уже с адресной помощью? Вы знаете, у нас поступает заявление различного характера. Но еще раз подчеркну, что у нас, к сожалению, в связи с ограниченностью финансирования мы не можем оказать сразу и всем нуждающимся помощь. Но ежегодно у нас проходят две или три операции, которые мы оплачиваем дополнительно. То ли это замена тазобедренных суставов у ветеранов, либо какие-то покупки протезов. Вот сейчас мы приобрели электроподъемник для инвалида первой группы, уже 11 лет, обездвиженного Сергея Доникова, и отправили ему. В силу того, что у него ограниченность передвижений, и жена его в процессе ухаживания уже, ну, к сожалению, уже получила травму. Она дорвалась, да, это по-другому и не скажешь. И вынуждены были они на сегодняшний день переехать в Башкирию к матери, непосредственно Сергея, для того, чтобы была возможность ухода и немножечко помочь жене. Но я думаю, что он к нам вернется, и все-таки в Рязани мы сможем сорганизовать для него достойные условия для проживания. Мы с вами встретились в преддверии праздника, 8 марта. Хочется услышать поздравления от настоящих мужчин. Поздравьте, пожалуйста, наших телезрительниц. Дорогие женщины, благодарю Олесе, в том числе и к вам относитесь. Это поздравление, пользуясь случаем, хочу всех поздравить. Не только членов нашей организации, женщин, уже бабушек, мам, жен, дочерей, и уже даже, возможно, внучек, вот с этим наступающим прекрасным праздником весны. Желаю вам счастья, здоровья, чтобы у вас постоянно преследовал успех, и все ваши начинания заканчивались однозначно только положительным результатом. Счастья, любви вам, и множество всего, чего здесь не перечисленного. Может быть, у вас что-то есть в глубине вашей души, я с удовольствием это поддерживаю, и, мало того, вам этого желаю. Спасибо за эту встречу. Это была программа «Подробности». Оставайтесь с нами, и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова